Добрый день! Микрофон Григорий Фтуди в эфире радио «Алмазный край». Проползти по тоннелю с грязной водой, бежать, пока не откажут мышцы, и продолжить бежать. Переправиться через Таёжную реку и забраться на отвесную скалу. Всё это испытания республиканского туристического слёта «Мурбай». И как с ними справились команды, приехавшие сюда из Миринского района, из Ленского района. Сегодня мы узнаем благодаря нашим гостям и участникам туристического слёта. Юрию Малыгину, ведущему энергетику КСК «Алроса» и капитану команды подразделения. Айдару Рахматулину, оператору логистических работ УМТС и члену команды УМТС на туристическом слёте «Мурбай». Ребята, рад видеть вас в нашей студии. Приветствую. Добрый день. Завина, всем привет. Здравствуйте. Итак, по туристическому слёту и по его, скажем так, характеру. Вот мы знаем такие классические туристические слёты на Чернышевском, допустим, Вилюйском водохранилище, которое находится рядом с Чернышевском. И там, ну, вроде бы испытания такие бабочка, не бабочка. Ничего такого слишком сложного нет. «Мурбай». Чем он характерен для команд в качестве своих испытаний, в плане своих испытаний, в плане своей, может быть, сложности прохождения маршрута? Ну, по сложности, я считаю, да и, наверное, думаю, все команды так думают, что «Мурбай» — это прям уровень намного выше, чем «Вилюй» был. Там не то, чтобы из-за количества самих испытаний, от качества самих испытаний. Было, сколько, 37 испытаний, и были такие испытания. Вот мы, допустим, наша команда КСК, мы ездили на «Мурбай» вообще, в принципе, первый раз. На «Вилюй» мы выступали. И вот решили выехать на «Мурбай». И, ну, по опыту «Вилюя» нам показалось, что, ну, «Мурбай» гораздо... Не так то, чтобы сложнее, но гораздо интереснее. Интереснее? Да, интереснее. Намного интереснее. Больше испытаний, больше каких-то новых, не знаю, мероприятий, которые не было на «Вилюй», в принципе. Вот. То есть, ну, «Мурбай», да. Я считаю, что надо всем съездить на «Мурбай». После него уже, как бы, ну, ты поймешь, что такое настоящий туристический слет. Ну, насколько я помню, там требуется хорошая такая физическая подготовка все равно, чтобы пройти вот эти испытания, которые там имеют место быть. Адар, ну, насколько я понимаю, для тебя тоже был первый туристический слет. До этого участвовал в «Вилюй» или еще в каких-то туристических слетах? Ну, вот на «Вилюй». В этом году я первый раз ездил. Ну, и также на «Мурбай». Ну, и хорошо, надо признать, что зашел в команду, прямо скажем. Тем более, что сейчас на столе перед тобой кубок. У МТС, команда УМТС, насколько я понимаю, заняла первое место на «Мурбай». Да, она заняла первое место в общей защите. Также второе место по полосе. И по конкурсам. В трех конкурсах мы тоже одержали первое место. А у тебя там еще вот на медали написано второе место. Это еще раз? Это вот полоса препятствий. Полоса препятствий. А по физически, ну, скажем так, трудным препятствиям, что бы ты выделил для себя? Ну, наверное, больше всего будет такое. Это туннель. А если физически, то подъем на «Жмаре». Самое такое. Подъем на «Жмаре» — это на отвесную скалу надо забраться. Да. То есть и ты забирался на отвесную скалу. И сколько там метров было в подъеме? Не помню точно. Ну, вроде положение было написано около 50. Ты спортсмен? Да. Чем занимаешься? Пауэрлифтингом. А-а-а. Понятно. Я почему задаю этот вопрос? Потому что в команде КСК, насколько я понимаю, вы же спортсменов там взяли в основном себе. Нет. Все думают, все команды думают, что у нас они спортсмены. У нас в команде из спортсменов, ну, конкретно, кто-то были тренера, было всего двое человек. Два человека. Два человека. Остальные — замдиректора, там, ремонт по зданиям, сооружениям и ведущий энергетик. Так что у нас из спортсменов всего двое. Вот я хотел спросить, а как так получилось, то, что у нас спортивное мероприятие, по сути дела, ну, во многом, ладно, спорт плюс ориентирование. Поехали, ребят, ну, то есть энергетики, люди, которые занимаются административными вещами, а спортсмены как раз предпочли воздержаться. Ну, у нас КСК много объектов по городу, поэтому у нас проводятся свои мероприятия. Как раз в эти выходные проводились мероприятия на Кимберлите, на горнолыжной базе. Все люди были привлечены к этому. И, ну, так получилось, что у них кто-то в отпусках. В основном тренера, культура у нас в летний период, они выезжают в отпуска. Вот. Поэтому получилось так, как получилось. Ага. Так, хорошо, давайте тогда будем разбираться с командой УМТС. А у вас, хорошо, один пауэрлифтер. А кто еще в команде был? Ну, в плане именно с, допустим, спортивных каких-то занятий. Ну. Ну, и были ли там спортсмены? Ну, вот, допустим, мой друг тоже занимается пауэрлифтингом. Капитан команды, он вроде занимается кроссфитом. Да, вроде вся команда более-менее спортивная. Кто-то на кроссфит ходит. Понятно. Значит, пока КСК тренирует УМТС. Все верно, мы их подготавливали к данному мероприятию. УМТС приходит на соревнования и побеждает. Молодцы. Тоже в какой-то степени тогда это хорошее развитие такой синергии. По тем происшествиям, что там могли быть. Вернее, не происшествиям, а по осапрепятствиям. Вот, хорошо. Мы проговорили там про Сковул, про Жумар, про это все. Но в начале нашей беседы я упомянул трубу, туннели, заполненные грязью. Вот я это с трудом представляю себе. Как это вообще работает, как это выглядит. Можете описать, что это такое? Что это за туннельчик такой, по которому надо проползти? Ну, поначалу, когда был конкурс, точнее, не конкурс, был осмотр трассы, и Евгений Юрьевич, это главный судья, он ходил, показывал все это. Мы как раз подошли к туннелю, он нам его показал. Он был абсолютно сухой. То есть для нас это была небольшая неожиданность. А кто ты, Евгений Юрьевич? Ну, это главный судья республиканского турслета. Вот, он показал нам туннель, все как бы... Ну, он сразу нас предупредил, что там лабиринт, то есть можно пойти немножко в другую сторону. Если ты пошел немножко в другую сторону, можно заблудиться, вот. И после уже спуска на восьмерке, ты подбегаешь к туннелю. Это просто вот поляна, земля и отверстие земли. Все, ты туда залазишь, ну, так скажем, если ты сильно большой, можешь там застрять. Насколько я понимаю, там застревали. Там застревали, да. Ну, там есть тоже своя тактика, как можно его проходить. И там, я не знаю, как они, правда, заливали везде воду, но вода была залита везде, и вот это вот получается как грязь с водой. Ну, очень весело на самом деле проходить. Это самый грязный этап, по-моему, из всего турслета. Если ты пошел не в правильном направлении, там стоит еще один судья с ведром и выливает на тебя это ведро. А как он может это сделать? А, то есть пока ты выберешься, только тогда? Нет, нет, если ты пошел не в правильном направлении, то есть есть там правильное направление, есть неправильное направление, то тебя, получается, облили водой, и ты сразу понимаешь, что ты идешь не туда. И начинаешь думать больше головой, искать, ну, и там как бы абсолютно темно, и именно эта этапа проходится с фонариками. Ну, фонарики, значит, есть, это хорошо, потому что у меня уже немножко клаустрофобия начала развиваться от этих, скажем так, описаний. То есть ты идешь, и у тебя веревка, я насколько понимаю, намотана на тебя, чтобы полезть. Веревка есть у нас участник, который с рюкзаком. Рюкзак он больше, чем веревка. Он его продевает на ус между ног и так же ползет. Насколько я понимаю, дальше как раз можно было отмыться от этой грязи, как сказано было, может быть, чуть ранее, уже в этапе брод, как-то там, как это называлось, когда нужно перейти речку. Да, да, все правильно. То есть залезаешь в трубу, дальше потом выбираешься в эту речку, и как-то необычно тоже ее надо было пересечь. Там не все просто. Ну, типа, вот река, и я ее прошел. Что-то там нужно было сделать необычное. Или вы просто проходили ее, да, река, да и река? Нет, тоже была. Там по технике безопасности ты должен вроде ставить лесом к течению, да? Нет, там надо было вот эту веревку, которая за все цепляется. Надо было размотать, прицепить к себе, прицепить к дереву, и первый участник... Да, наматывает веревку. Переходит, переплывает, так скажем, эту реку, зацепляет веревку на следующем дереве, и уже вся команда проходит по этой веревке с помощью там креплений. С большим удовольствием. С большим удовольствием, да. Потихоньку идут и приседают, чтобы помыться. Ну, и еще на турслетах, на Вилюе, на любом, наверное, турслете, очень много беготни, прямо скажем. Потому что надо бежать с рюкзаками, со всем остальным. Вот это все как оно переживалось? Или там нормально все с этим было? Я имею в виду, бегать долго, да еще с полным рюкзаком, с вот этими... с этой оснасткой там и прочим, и прочим. Ну, вот как раз рюкзаком бежал я. Ну, как бы... Сама полоса вроде была, сколько, длиной 6 километров, да? Ну, около того, да. Да. И вот в плане то, что там везде всякие склоны, подъемы, вокруг деревьев бегаешь, тоже тяжело. И вот это, наверное, усложняло полосу. Еще то, что ты бежишь с полным рюкзаком, в котором находится палатка, спальник, котелок, аптечка. Ну, тебя как самого такого молодого взяли? Ну, да. Получается. Вручили рюкзак. Ну. Вперед. Раз пауэрлифтер. Раз ты, скажем так, это все признал. Хорошо. Так, вопрос по этим замечательным турслетам. Дальше. Будете участвовать? Ну, то есть, может быть, подумали, вот у вас в команде-то, наверное, все хорошо, с одной стороны. Вы первое место заняли. А вот команде КСК, это больший вопрос. Чего не хватило для победы, с одной стороны, и с другой стороны? Может, планируете уже как-то поменять стратегию на следующую игру? Если, конечно, будете там участвовать? Нет, мы однозначно теперь будем участвовать каждый год. Этот год, я считаю, что мы просто... Мы вообще ехали изначально попробовать. Мы ни разу не были. Мы поехали просто попробовать. Стратегию мы, скорее всего, менять не будем. Мы будем, может быть, лучше готовиться. Потому что я считаю, что наша команда хорошо... Мы... Там же был разбор потом после всего мероприятия. Наша команда быстрее всех пробежала трассу в принципе. То есть, мы как бы по скорости прохождения трассы заняли первое место. Ну, может быть, где-то там. А как же вы тогда не попали в первую тройку? Не знаю вопрос к судейству. Так до сих пор нам как бы никто, ничто не объяснил. То есть, и штрафов у нас было немного, отсечек у нас три было тоже. Ну, тут как бы спорные моменты есть. Но это мы упустим. Это там судим на решение. Вот. Стратегия, я думаю, у нас не поменяется. Ну, так же, как и повторюсь, будем больше тренироваться. И мы уже знаем, к чему готовиться. Вот. И я думаю, даже, наверное, надеюсь... Да нет, я, наверное, уверен, что в следующем году мы получше результат покажем, чем в этом году. Ну, и тогда вопрос, Айдар, в вашей команде. Опять же таки, вот как вас приняли эти соревнования? То есть, это укрепило как-то товарищеский дух? Или все-таки, ну, типа, так и должно было быть, и быстро разъехались по домам? Ну, если честно, мы не ожидаем, что мы добьемся таких больших высот. От такого большого результата. Мы вообще, как команда КСК, ехали себя попробовать в этом. И узнав то, что мы заняли первое место в обществе и второе место в полосе, это подняло наш боевой дух. Все были прям рады. Чуть и не до слез. Это было как-то неожиданно. Там, допустим, два участника из нашей команды, они выступали в прошлом году. Они вроде заняли вообще с конца места. Ну, первое с конца. И вот для них это было вообще... Прям плакали от радости. Класс. И еще один момент. Опять же, вот КСК, но традиционно курирует, культурно-спортивный комплекс, также занимался подготовкой туристических слетов еще до ковида 2020 года. Ну, во многом, опять же, специалисты КСК и ОМС, безусловно, объединение молодых специалистов, готовили турслеты на Вилюе. Потом ковид, мы понимаем, это долгий перерыв и так далее и тому подобное. Многие молодые специалисты уже перестали быть таковыми и прочее, и прочее. И здесь возникает вопрос о, может быть, переформатировании или еще о каком-то развитии дальнейшем Вилюе, потому что сейчас его курирует районная администрация и прочее, прочее. Вот здесь вот Мурбай, он как-то вдохновляет на какие-то нововведения в туристическом слете Вилюе или, может быть, на каких-то других турслетах? Да, я думаю, прям с организаторов, к сожалению, Вилюя никого не было на Мурбайе. Мне кажется, что им было бы полезно съездить так же со всеми, просто посмотреть. Я считаю, что на Вилюе все замечательно, организация хорошая и трасса хорошая, но недостаточно этапов. Я думаю, что можно на Вилюе сделать побольше этапов и чуть посложнее, чтобы было как участникам команды интереснее. Потому что реально, если сравнивать Вилюя и Мурбай именно по трассе, то Мурбай гораздо интереснее для самих участников. То есть ты получаешь... Много людей ездили не то, чтобы посоревноваться, а просто пройти трассу, проверить себя, на что ты способен. И, так скажем, отдохнуть именно на трассе. Ну, морально, даже не знаю, как это правильно называется. Отвести душу, так скажем, на трассе, испытать себя. Я считаю, что на Вилюе, если бы добавить побольше конкурсов, таких же, как и на Мурбай, то Вилюе, я думаю, ничем бы не уступал Мурбаю. Хорошие, хорошие слова. И, может быть, вы от себя сейчас отметите какие-то команды, которые проявили себя на Мурбай, чем-то запомнились. Может быть, у них там что-то случилось не так, и вы это заметили. Ну, мало ли, может быть, какой-то инцидент. А может, кто-то проявил себя, как говорится, проявил себя с волевой точки зрения прекрасно, замечательно. Ну, там, я не знаю. Все, что не так, бывает такое у некоторых команд, и они преодолевали это все, несмотря ни на что. Бывало просто однажды, что на испытаниях, после испытаний только один член команды оставался. Здесь, в этом туршлете, были какие-то такие драматичные моменты или еще что-то в этом духе? У команды был момент один, даже два, наверное, у вас было. А что у вас случилось? Ну, то, что про палец-то. А, ну, это было в конце полосы, мы уже, получается, разжигали костер. Уже все уставшие, подуставшие. Отправились, рубили дрова, случайно задели, но никто не остановился. Все продолжили, ну, уже закончили последний этап. Республиканский турслет, но при этом, в основном, насколько я понимаю, там были команды из акционерной компании «Ауроса», это так? Или там все-таки были еще другие команды? Были ленские команды, три, по-моему, команды. Была ленская МЦРБ, ГТО команда, ну, тоже ленская, не знаю, откуда они. И вот про курьезные случаи тоже хотелось бы быстренько добавить. Вот как раз-таки ленская МЦРБ, команда цыгане, у них там, я не знаю, ну, реально, там был табор у них, там, женщин 15, наверное, в этих цыганских костюмах. И вот из них хотелось бы, наверное, отметить девочку, которая выступала, она сломала себе палец прямо на этапе. Ну, так как они ленская МЦРБ, видимо, они, для них это пустое дело, они сразу все, палец восстановили и прошли этот дальше этап. Салмаз-автоматики тоже такой курьезный случай был. Девочке прям между бровей попал камень, прям сильно кровь бежала. Но она тоже молодец. Ну, девчонки молодец, в принципе, со всех команд, которые прошли. Считаю, для парней, наверное, это как бы, ну, так скажем, обычное дело. А вот для девушек пройти такое испытание, это, наверное, и физически, и морально, в некоторых моментах это, наверное, тяжело. Вот, тем более, если ты получаешь какую-то травму, и ты дальше борешься. Так что девчонки, которые все выступали на Мурбай, вам молодцы вы. Хорошо, хорошо. Так, ну, я надеюсь, что оказали всю медицинскую помощь там, и все было нормально. Да, да, все вернулись живы-здоровы. Белой завистью завидую. Ну, и, конечно же, поздравляю всех участников, всех, кто смог там себя проявить. Говорили мы, напомню, о туристическом слете, республиканском туристическом слете Мурбай, о том, как проходило это мероприятие. Нам рассказали Юрий Малыгин, ведущий энергетик КСК «Ауроса» и капитан команды КСК. Айдар Рахматуллин, оператор логистических работ УМТС «Ауроса» и член команды соответствующего подразделения. На этом все, удачи, оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо.